Олимпиадная школа пришла в дом впервые. Они собрались не в актовом зале университета, а в виртуальном пространстве. Этим и будет отличаться юбилейная для организаторов 10-летняя олимпиадная школа. Она открылась в Раниту 25 июня и будет работать без выходных 8 дней. Ежедневно наш учебный день начинается с установки на день, где, как обычно, мы разбираем общие организационные вопросы, планы, результаты прошлого дня, планы на следующий день. И далее беседа с представителем бизнес-компании, производственной компании и директором одного из наших институтов. Онлайн-встречи длятся не более 30 минут, как и сами учебные занятия. Это требования СанПИНа для школьников. В этом году их 60 занимаются по трем профилям – информатика, физика, математика. Это вариант активной доски, как будто бы эти ребята все одновременно вместе с преподавателем работают у доски. В живьем. Они друг друга слышат, видят и совместно работают вместе. Теорию преподаватели стараются объяснять по-разному. Кто-то с экрана, кто-то с доски. Всем ребятам понятно. Впервые в этом году пригласили 11-классников. Олимпиадная школа им в помощь к сдаче передвинутых ЕГЭ. Здесь решают задачи повышенной сложности. В олимпиадную школу приглашены не просто преподаватели, это эксперты, члены жюри различных олимпиад, которые проводит наш университет. С учетом того, что в 14 регионах страны может начаться двухгодичный эксперимент по дистанционному обучению в школах и колледжах, опыт летней олимпиадной школы Ирниту в онлайн-формате может оказаться чрезвычайно полезным. Мне приятно отметить, что после первого дня, уже в ходе первого дня, добавилось количество участников. Пришли одноклассники, друзья, знакомые, тех, кто уже позанимался с нами с утра. Таких на три человека у нас увеличилось именно по рекомендации тех, кто уже принял участие. Это отрада, мне кажется, как раз и есть оценка нашей работы.